В Октябрьском районном суде Саратова продолжаются слушания по резонансному делу о приостановлении строительства у многоэтажки на Мичурино-47. Напомним, жители соседних домов подали иск с требованием остановить возведение высотки. Главный аргумент – из-за работ на стройплощадке их дома разрушаются. Теперь же ИСЦ намерены добиться признания стройки незаконной. Что это – поиск правды или желание нажиться за чужой счет, расскажет наш корреспондент. Финансовые потери за запреты строительства жилого дома УМ-24 несет уже на протяжении трех месяцев. В начале осени по решению суда Октябрьского района возведение многоэтажки на улице Мичурино было приостановлено. Виной этому стали хозяева квартир, живущих в домах по соседству. Ветхости своего жилья не винят строительную компанию. Хотя, по словам специалистов, за время с момента начала возведения многоэтажки подрядчики провели лишь подготовительные работы. Был сделан проект, были выполнены технические условия, был построен дренаж. Был построен, выкопан котлован, шпунт забит, шпунтовое ограждение сделано. И приблизительно они посчитали, что сумма убытка составляет 60 миллионов рублей. Ну, как бы это само собой, но самый главный временной фактор. То есть сейчас стройка в данный момент не может производиться из-за того, что погодные условия стали другие, местовые температуры не дают возможности заливать плиту. Технику опечатали. И 13 ноября судебные приставы вывезли все спецмашины с территории стройплощадки. Хотя, по словам юристов, согласно правовым нормам, в суде должен был быть рассмотрен вопрос заморозки строительства. Эта процедура позволила бы сократить финансовые потери как самого застройщика, так и не ставила бы под угрозу дома других горожан, живущих по соседству. Судебная система может быть для недобросовестных граждан как рычагом для достижения определенного материальной выгоды. Поэтому мы считаем, что, конечно, вот этот факт, он уже дает сомневаться в законности и объективности принятия определенных действий. Пойти на мировое соглашение, по словам юристов, истцы готовы, но за баснословные деньги. 11 миллионов рублей или три квартиры. Хотя общая жилая площадь составляет всего чуть более 70 квадратных метров и оценивается гораздо ниже заявленных требований. Желая наживиться на застройщиках, истцы уже пытаются доказать в суде, что их дом является архитектурным памятником. Однако документов, подтверждающих их слова, пока предоставлено не было. Представители УМ-24, в свою очередь, начали проводить независимую экспертизу этого жилого дома. По словам представителей компании-застройщика, доказательство, что дом является архитектурным памятником, может обернуться против самих истцов. Если же оно будет являться архитектурной ценностью, то жильцам этого дома, так как это жилье будет признано аварийным, придется заключать договора и за свои деньги восстанавливать его, потому что по закону они несут ответственность за историческое наследие. В связи с проведением ряда экспертиз, судебные слушания по этому делу приостановлены на неопределенный срок, а пока убытки застройщика продолжают расти. Александр Филин, Екатерина Ковальчук, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ, Саратов.